всем добрый день канал gt класс андрей щетников и сегодня мы дерзнем ответить на вопрос заданный во вчерашнем ролике почему при включении лампы накаливания сопротивление ее когда нить раскалена в 10 а то и больше в нашем опыте в 14 раз больше чем сопротивление этой нити в холодном состоянии ну и начнем с обзора тех ответов которые были написаны в комментариях к ролику и понятное дело что большая часть соображений сводилась к такому разговору что при нагреве атомы решетки атомные начинают двигаться и где за счет того что они двигаются электрон чаще сталкивается с этими атомами ну это конечно первое что приходит в голову но здесь есть несколько таких очень сильных критических возражений во первых неужели столкновение с такими атомами происходят аж в 15 раз чаще но это еще ничего потому что дальше несколько следующих пунктов а собственный электрон он с чем там сталкивается он ведь сталкивается не с ядром он летит не в пустом пространстве от атома к атому конечно же он взаимодействует именно с внешними оболочками а эти внешние оболочки у соседних атомов перекрываются друг с другом поэтому это и кристаллическая решетка электрон не летит в пустоте это не похоже на блуждание атома она наблуждание молекулы газа значит при диффузии не то же самое ну и еще масса электрона почти в две тысячи раз меньше массы протона а что касается значит атомов вольфрама там еще надо добавить порядка ну там несколько меньше 200 по моему 180 что ли короче еще в 200 раз масса атома еще в 200 раз больше чем масса протона и того получается у нас там почти две тысячи да еще почти 200 это чего почти 400 тысяч раз до во столько раз масса отличаются и что мелкое дрожание какое-то тепловое она так значит атома она так сильно сказывается на увеличении вероятности того что электрон с этим атомом столкнется как так ведь атомы как мы уже сказали они в этом смысле их внешние оболочки они занимают все внутреннее пространство кристалла так что все оказывается очень странным а плюс к этому еще раз сказать что вообще-то считать электрон такой точечной частицы в этих рассуждениях но наверное тоже не совсем корректно потому что тут нужны еще и квантово-механические соображения какова длина волны электронов в этой ситуации но понятно что поскольку энергии свободных электронов сравнимы с энергиями на внешних оболочках то и соответствующие значит соответствующие волновые частоты должны быть сравнимы но и тем самым и размеры то есть размер в этом смысле вот этой вот электронной волны характерный он как раз порядка расстояния между атомами вот у нас накопилось столько того с чем не очень понятно как справиться если ты не профессионал в этой области но я сейчас попробую рассказать такое объяснение его сегодня полдня придумывал которое может быть все таки в значительной степени будет я надеюсь будет вам понятным поэтому у меня великая просьба написать что в нем было понятно что непонятно в этом объяснении я буду его конечно делать на доске будут такие пункты которые я буду вынужден принять откуда там из внешней физики без доказательства этих пунктов будет немного я буду их специально обозначать а в целом это будет такое логическое рассуждение и мы попробуем добраться до результата который в теоретической модели до такой теоретической модели попробуем построить в которой сопротивление металлического образца удельное сопротивление будет пропорционально температуре этого образца ну опять-таки абсолютной температуре той которая в кельвинах измеряется ну и так давайте перейдем к этому рассуждение ну и так несмотря на все мои предупреждения мы начнем с классической школьной модели вывода закона ома где представляется дело таким образом что электроны носится по кристаллу сталкиваясь иногда с атомами решетки это я нарисовал таким условным образом а если мы и это блуждание случайно но если мы накладываем сюда электрическое поле и то на это случайное блуждание накладываются отклонения вызванные дрейфовые вызванные электрическим полем и эти дрейфовые отклонения уводят электрон в среднем медленно в сторону поля ну скорость такого дрейфа движения найти бы обозначим ее буквой v она равна ускорению электрона в этом электрическом поле умноженному на характерное время от удара до удара его называют временем релаксации но ускорение очевидно есть заряд электрона на электрическое поле поделить на массу ну и здесь надо переписать тау следующий шаг значит следующий шаг выводе это записывается плотность электрического тока жи значит чтобы его найти надо взять плотность свободных электронов n умножить на заряд одного электрона и умножить на дрейфовую скорость в так значит все это хозяйство умножается на н е получаем н е в квадрате е поделить на массу и умножить на тау на время релаксации ну и приглядевшись сюда мы видим не что иное как собственно говоря одну из форм для закона ума жи равняется сигма и давайте это записываем жи равняется сигма и сигма эту величину называют проводимостью и это не что иное как вот это все хозяйство плотность тока пропорционально электрическому полю но в электротехнике ну и в школьной физике предпочитают говорить не про проводимость а про удельное сопротивление 4 которая есть единица на сигма ну и тем самым смотрим сюда получаем что ро есть значит что там было в знаменателе была масса в числитель пошла а в знаменателе пошло е в квадрате и время релаксации то у вокруг которого дальше и будет плясать вся история ну теперь про время тау надо поговорить но это очевидно характерная длина свободного пробега обозначим ее буквой с делить на характерную скорость но теперь это скорость которой электроны носились внутри кристалла то хаотическая но тут мог бы быть комментарий про связь этой скорости с уровнем значит с поверхностью ферми но нам это не нужно важно что какая-то скорость у них есть я это место вообще опущу а вот на длину свободного пробега буду смотреть внимательно чем она определяется и вот тут самый главный и неожиданный пункт который нам следует усвоить что электрон рассеивается не на атомах он рассеивается на тепловых флуктуациях атомов в решетке но в квантовой в квантомеханическом подходе говорили бы о фанонах но нам здесь это даже не нужно это рассеяние происходит так же как световые лучи в атмосфере рассеиваются на флуктуациях плотности и в силу этого орлеевского рассеяния мы видим небо синим значит и происходит это мы можем это изобразить так вот пролетая характерное расстояние давайте его обозначим но некоторое а пусть это будет как раз расстояние между двумя атомами в решетке электрон отклоняется на какой-то характерный угол тета а дальше его движение дальше вот в силу того что эти флуктуации хаотичны он не обязательно второй раз отклониться туда же он отклониться еще куда-то еще еще и угол после н таких пролетов тета н мы его обозначим вот точно так же как в ролике про длину свободного пробега частицы там были похожие рассуждения вот этот угол тета н ты он в силу случайности от последовательных отклонений его можно оценить как корень из числа отклонений умножить на тот угол тета который происходит при пролете от атома до атома ну и соответственно если электрон отклонился на некий угол тета н ты то число таких пролетов среднем должно быть но надо в квадрат возвести должно быть тета нт делить на тета в квадрате и если и электрон совсем забывает свое первоначальное направление движения релаксирует полностью но когда тета н порядка единицы а это означает что это означает что н есть единица делить на тета в квадрате ну и тем самым и тем самым расстояние с на котором он вот который у нас вот здесь стоит на котором электрон забывает значит это вот это расстояние а умножить на н значит ура мы стираем вот это хозяйство и пишем что с равняется а умножить на н то есть а расстояние шаг решетки делить на тета в квадрате тета есть рассеяние за пролет одного шага решетки характерная ну и тем самым время то у которой у нас здесь живет позволю себе это тоже стереть время то у давайте красным есть а делить на тета в квадрате и делить на у и теперь то мы вот это самое время то у можем поставить в нашу формулу для удельного сопротивления что мы немедленно и делаем получаем что ро равняется делить на н е в квадрате теперь надо то у писать в знаменатель значит сюда у нас идет а а сюда идет у и сюда идет это в квадрате вот что мы получили мы уже близки к окончательному результату у нас температура откуда-то должна появиться и вот теперь тот пункт который я вожу без объяснения потому что мне приходится это здесь сделать но вот это есть тета это есть характерная в общем то характерное отклонение то есть характерная флуктуация положения атома в решетке и стало быть ну фактически фактически квадрат отклонения это энергия которое дополнительная тепловая он получает отклонившись от начального положения по пропорциональности и квадрат отклонения тета в квадрате пропорционален температуре последний существенный факт и соединяя вот эти два факта вместе мы видим что удельное сопротивление пропорцион пропорционально тета в квадрате и тем самым оно пропорционально температуре мы добрались до финна до финиша ну в общем я надеюсь что я не совсем вас запутал и что какие-то куски моего объяснения вы за ними следили и можете еще раз посмотреть и проверить где тут чего сочинила где все дело вполне корректно но в любом случае мы построили такую модель которая объясняет пропорциональность удельного сопротивления температуре эта модель она не описывает еще раз говорю как все устроено на самом деле она сделана нами для объяснения конкретного экспериментального факта и она в этом месте работает ну наверное пора поставить точку спасибо вам огромное за внимание